Сегодня телевидение влияет на жизнь людей? Ты можешь какими-нибудь своими сатирами, ну, вряд ли, может быть, сатирами, какими-то там, не знаю, там, заключениями вдруг неожиданно нарушить общий ход мысли? Знаешь, сложно сказать, насколько оно влияет на сегодняшний день, хотя было время, когда действительно очень сильно влияло. Я помню, что у нас периодически были неприятности. Там мы сделали пародию на Верку Сердючку. Да. Песня про пьянство, ну, про выпивку. Опять же. Была, да. Ничего особенного? Ничего особенного. И мы спародировали Сердючку, я там с грудями, в общем, со звездой. Это дело пел. Вдруг с телевидения мне звонят домой и говорят, что вот на заседании Верховного Совета Украины, да, Верховной Рады, выступил некий депутат Яваривский, который сказал, что ци жентльмены, я украинскую мову зараз буду размовляти, поплюжат нашу национальную гордость и идею. Поплюжат, это чего? Поплюжат, это значит порочат. Порочат, да. Порочат, втаптывают в грязь, если так дословно перевести это слово. Это ахинея, знаешь, такая страшенная. Я написал открытое письмо, которое начал словами, не знаю, кто такой депутат Яваривский, потому что я его никогда не видел, но многомиллионная аудитория украинских телезрителей, которая, по всей видимости, меня знает и смотрит. Думаю, что так не считает. Вот, ну, в общем, как-то так, в таком ключе. Но нас на какое-то время оставили в покое, а потом, уже после прихода товарища Ющенко во власть и вся эта оранжевая компания, конечно же, сняли программу с эфира. Так, Танюша, где аспирин? Здесь. Ну что ж, это будет сегодня аспирином. Добрый день. Здравствуйте, и запятая, товарищ аптекарь, и восклицательный знак. А что вам угодно? И вопросительный знак. Что-что? И два вопросителя к местоимения разделенных черточкой, и вопросительный знак. Не понял. И троеточие. О, Боже. Восклицательный знак, Боже с большой буквой. Да ну хватит. Два восплицательных знака. Двадцать два. Что вам нужно? И вопросительный знак. Так, попробуем иначе. Товарищ аптекарь, восклицательный знак. Вы что, издеваетесь? Вопросительный знак. Это аптека или цирк? Кстати, цирк пишется и исключение цыпленок-сыпочки. Да послушайте, кто вы такой? Что вам нужно? Вообще-то я преподаватель русского языка с сорокалетним стажем. А нужно мне следующее. Двоеточие. Анальгин и запятая, аспирин и запятая, горчишники и точка. Так, анальгин и спирин. Герчишники взяли, ушли. О, какой потрясающий грамматический феномен. Взяли, ушли. Два глагола в изъявительном наклонении используются функции глагола в повелительном наклонении. Вон отсюда. А вот это уже классический пример повелительного наклонения. А вот это неинтеллигентно. Кстати, на речи интеллигентно пишется с частицей неслитно. Почему? Почему? А потому что нет противопоставления с союзом А. Убью. Ухожу, запятая, ухожу, запятая, ухожу, запятая, ухожу, запятая, ухожу. Вот, блин, мания, предпинания, понимаешь? Алло, высокотетный знак, что вам угодно, запятая. Тьфу-тыть! Кстати говоря, тьфу-ты пишется слитно или через щерточку. Тьфу-ты! Жоа, опять? Волк из мультфильма «Жил-был пес». Я позволяю себе в программе делать вопросник. Это некий набор вопросов, никак не связанных друг с другом и, возможно, не являющихся каким-то адекватным продуктом. Считаешь ли ты, что необходимо оставить опыт после себя? Если считаешь это нужным, то какой? Да, мне бы хотелось, если честно, мне бы хотелось оставить свой опыт, причем разнообразный опыт. У меня был опыт преподавания, и я, в общем, был хорошим преподавателем, написал кандидатскую, в общем, докторскую тоже написал, просто не защищал ее. Вот. Хотелось бы, чтобы это где-то осталось. Мне бы хотелось оставить вот свой опыт телевизионный. Я думаю, что, в принципе, это тоже неким образом получается, потому что архив ну, 14 лет, понимаешь, по 36 программ в году. Джентльмен-шоу, потом где-то пять сезонов камеры смеха, три сезона фабрики анекдотов, два сезона академии смеха, в общем, как бы достаточно много, кстати, смеходром, который мы с тобой когда-то делали. То есть, много чего сделано, телевизионного, и, конечно же, хотелось, чтобы это осталось, и кто-то это когда-то посмотрел. Скажи мне, пожалуйста, вот возвращаясь к этому, на себе не показывай, тебе нравится Ким Бессенджер? Да. Нравится. А почему тебе нравится? А Лариса об этом знает? Лариса об этом знает. К счастью, она не ревнивая, потому что, если бы она была ревнивая, она бы меня убила на второй день моего похода в университет. Я преподавал на Инязе, где самые красивые девушки. Мало того, я с ними ездил в колхоз убирать урожай. Ты себе представляешь, что это такое? Они убирать урожай, ты с ними ехал. А я с ними ехал осуществлять контроль и надзор. Причем девушки, они такие достаточно, ну, в общем, во-первых, красивые, во-вторых, ну, такие фривольные. Вот. Они любили убирать, допустим, там, виноград в рядках без верхней части купальников. В те годы, в 70-е. Представляешь? И когда они заходили в эти рядки, а я там с моим товарищем Мишей фиксировал количество собранных корзин, то как-то выехал тракторист, который вез за собой чан, в который они сбрасывали эти корзины с виноградом, он выехал совершенно озверевшими глазами, по-моему, выпивший, вот, и сказал, Олег Николаевич, они там порнографию развели, это же невозможно смотреть. Олег Николаевич, не гонорируйте меня, это игнорируйте, не гонорируйте меня, наведите порядок. И я их попросил, говорю, девочки, я вас умоляю, я понимаю, что вы хотите загорать, это очень красиво, как бы, ну, надевайте лифчики, пожалуйста, вот, хотя бы, значит, ты себе представляешь, в остальное время этого не делайте. пожалуйста, как хотите. Скажи, пожалуйста, что нужно сделать такого с тобой, чтобы ты огрел стулом или там, там, ножом в бок, предположим, или там, из калашникового там выстрелы бы. Ты знаешь, надо обидеть кого-либо из членов моей семьи или друзей. Но не тебя самого. Нет. А вот если не считать близких, кому бы ты признался в любви? Ой, это хороший вопрос. Ты знаешь, наверное, никому. Любовь такая, очень такая, интимная такая штука. Боюсь, что никому не признался. Я вот что вычитал, ты нам это знаешь, я вам расскажу. Значение фамилии Филимонов, значит, от крестильного имени Филимон, что означает по-гречески любимый. Филимохин, Филимошин и Филонин почему-то с Филином, они имеют тоже к тебе прямое отношение. Ты любимый. Я бы хотел, чтобы в этой части программы мы подвели некий промежуточный итог песней, которую ты исполняешь про друзей. А я скажу только вот еще о чем, что Олег Николаевич давно поет, и поет это мало сказано, решил заняться этим делом просто максимально профессионально и вспоминая про песни, которые он пел там просто сидит за столом. Теперь надеюсь, все это будет выглядеть очень по-эстрадному и очень качественно. А про друзей тем более это будет искренне. Ты знаешь, про друзей я с большим удовольствием спою. Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них все все впрок. Но зато все случилось так, что я выдержал груза так, и моих дорогих друзей дал мне Бог мой друг. Ты уж меня прости За все Что нам пришлось пройти Мой друг На повороте дней Вижу я все ясней Кто настоящий друг Друг не тот кто в застолье крут И когда за здоровье пьют Друг не станет тебе кричать Пей до дна Друг почувствует что тебе Стало холодно на земле И согреет своим теплом Без вина Мой друг Ты уж меня прости За все Что нам пришлось пройти Мой друг На повороте дней Вижу Вижу все я с ней Кто настоящий Мой Друг На повороте дней Вижу я все ясней Кто настоящий друг Мой друг На повороте дней Вижу я все ясней Кто настоящий друг Вот такая песня Мы не прощаемся Мы продолжаем разговор Всего хорошего